Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня мы приехали с мужем и сыном в Абрау Дерсо. Вот эта бутылочка, на фоне которой все фотографируются. Мы видео снимем. Сейчас идем записаться на экскурсию. На дегустацию. Вон шампанское брыжжет. Брыжжет шампанское. А фотку-то тоже надо сделать. Не знаю, наверное, экскурсию-то там нельзя будет снимать. Ну, если разрешат, поснимаю. А? А по солнцу мне надо задом идти. Здесь красота. Чистота, ну, впрочем, как во всем Краснодарском крае. Везде чистенько, аккуратненько. Ой, как разбрызгивает водичка. Жару-то можно постоять. Сегодня плитки 23 в тени. Ты далеко-далеко будешь. Я там сказал, что сегодня плюс 23 в тени. Она меня забрызгала, и ничего никто не услышал. Сегодня 8 октября. Октября. Красота. Вышли мы с экскурсии. Там не разрешаются видео делать, но фотографии делать можно. Сын фотографировал. А вот тут сразу вышли. И это красивейшее озеро, это Брау-Дюрсо, которое я у всех смотрю на видео, смотрю у всех на фотографиях. Мне оно очень нравится. Мы потом поближе еще подойдем и поснимаем. А пока мы идем в столовую. Мы после дегустации хотим закусить. Очень хорошо нас дегустировали шампанским, купили. Купили мы шампанское. Ой, сейчас покажу. Ну, каждый взял по своему вкусу. Вот. Вот я взяла себе. Но мы так хорошо дегустировали, что мы в этом дегустационном зале забыли пакет. Ай, свой пакет. Муж вернулся назад. Вот как мы хорошо сидели, хорошо пили. Нас было всего на экскурсии 9 человек. Классно, когда мало-то народу. Вот, жду сейчас мужа. Вот у них фирменный магазин. Шампанское это по 690. Никогда бы я в магазине такие деньги не отдала за шампанское. Ну, тут ладно. Сделаем им выручку. Пусть потом. Доба выпьем. Вот оно. Озеро Абрау. Абрау уже называется оно, да? А речка... Как перевод-то у неё? Абрау? Это провал. Провал. О! Абрау. Провал. Красиво, если бы, конечно, с высоты показать. Было бы здорово. Но всё равно и так красиво. Для отдыхающих, конечно, красиво сделаны аллейки. Как и везде в Краснодарском крае. Ну, с Ялты приезжали. Да, да. Вон, да. Сейчас с людьми познакомились. С Ялты приехали отдыхать в Краснодарский край. Лишь бы куда-нибудь выехать из дома. Правильно и делают. Нам надо было тоже с Кирова не в Краснодарский край, а в Кирово-Чепенск. 50 километров от дома и всё, отдыхали бы. Да. Ну что, мальчики, пойдёмте. Погуляли по Абрау. Ну, хорошо, погода сегодня шепчет. Гуляем. Гуляем. Смотрю, люди камеры из рук не выпускают. А мне достать камеру из сумки? Слабо. Даже себя поснимать не могу. Ой, ленивая я стала. Ах, ленивая я. Идём мы после экскурсии, после столовой на автобусную остановку. Поедем мы в свою Анапу. Кстати, проезд с Анапы до Абрау-Дюрсо нам обошёлся 130 рублей с каждого человека. На автобусе. Красота. Вот, кстати, вон там эко-лавка-то. Но я посмотрела, там цены в столовой. Баночка там какой-то икры кабачковой. 170-180 рублей. Ой, не надо. У меня дома полный холодильник этой кабачковой икры. Здесь дорого. У меня более эко-продукт дома. Но дома. Но дома. Это, конечно, хорошо продлить тёплое лето. Вот так уехав на юг. Утрами прохладно. 11 градусов сегодня было в 8 утра. Вечерами прохладно, а днём жарко. Жарко. Ну, это опять пока. Скоро всё равно осень возьмёт свои права. Но, с другой стороны, теплее, чем у нас. Я надеюсь, что снега мы тут не дождёмся. Снег мы поедем к себе. Наверное, и у нас в этом году будет тепло. Может быть. А может быть и нет. Не знаю. Пока. Гуляем по набережной Анапы. Мы уже гуляли разок. Я ничего не снимала. Мы просто знакомились. Сейчас цель направлена. Пошли мы на пляж. Провести полдня на пляже и скупнуться. Да-да. Люди купаются. 23 в тени. Поэтому очень даже... Ну, я, конечно, не ныряльщик. Не купальщик. А мальчики мои и скупаются. Да, мои мальчики. Обязательно, скажи. В обязательном порядке. В обязательном порядке. Как это? А то потом вдруг закончатся тёплые дни. А то у нас же ставят одну погоду. Через день могут поставить другую. Пойдём и скупнёмся. Какая красота. Не, ребят, вот не знаю, у кого болят суставы ноги, вот ходить по всему городу вот такой брусчатки это одно удовольствие. Ни грамочки нет земли с камушками, с ямками, с бугорками, где ноги прямо выламывает. А вот по такому чуду гуляй, гуляй. Хоть все 24 часа в сутки нам очень нравится. Детский островочек. Да. Как же хорошо, что мы придумали поехать осенью, поздней осенью. никого. Тишина, красота и тепло. Так интересно, кто-то по пояс раздетый идет, кто-то в пальто. я думаю, кощунство плюс 23 в тени ходить в пальто или в куртках многих видим. Чуть ли не с капюшонами. Не знаю, насколько надо быть мерзлячим человеком. Человеком? Морозавцем. Ага. Так красиво подстрижен туи. Конечно, здесь многие миллион раз были. Мы впервые, нам все это интересно. Все я буду снимать и все равно буду говорить. Что плохо буду говорить, что хорошо, тоже буду говорить. Пока нам все нравится. Ой, вообще красота. Не знаю, никакой за границей мне не надо. Никакой. мне здесь хорошо. Два дня и тут и отдыхай. Два дня Субтитры сделал DimaTorzok